всем привет здравствуйте решили записать видео так за несколько часов до комендантского часа проехаться по городу посмотреть как как вообще город живет как заканчивается день если что сейчас в городе работает это заправки время уже позднее в основном все люди уже сидят дома за исключением только парк горького у нас еще в это время населенность погода хорошая люди гуляют есть там небольшие кафешки они могут посидеть и выбить пиво вот в целом и снова обстановка выглядит вот так сейчас мы стоим на перекрестке налево у нас будет новый мелитополь направо улица вернее что налево что направо это улица зержицкого только лед налево ведет дорога на мост на новый мелитополь а направо в центр города на проспект богдана хмельницкого там же кстати находится это повороте магазина амсор бывший там сейчас оптовый склад продуктов можно приезжать закупаться там еще не были кстати возможно заедем как-то с ней в роли заправка параллель бензин есть городе некоторые заправки конечно бы закрывались но бензин в городе есть поставки идут регулярно топлива полностью российская кстати довольно таки неплохого качества то есть расход машине упал налево вот эта улица держит дорожные пути ведут ведет дорожный вокзал вот это сейчас мы подъезжаем к развилке улица ломоносово на наше объездное которое ведет в сторону запорожье запорожье васильевка по то есть как видите машину же в такое время немного и в принципе что что уже делать на улице молодежь конечно страдает на уже не буду пойти покурить кальян хотя в парке все работает я думаю потом как-то мы сделаем отдельный ролик то есть как как и тополь живет вечером непосредственно в парке потому что это сейчас единственное место где можно порелаксировать шум от колес это будет техника когда я ехала пооставляла поэтому колеса так шумят как будто на взлетную полосу идут отсюда и вибрация вот тут кстати был подбит этот танк его уже конечно убрали благополучно суда говори даже сдали на металловую с правой стороны находится атп ну судя по улучшению вывески он богат на т.п. таковым и остается кстати на столбе у нас висит камера фиксации штрафов и превышение скорости честно говоря не работает не светится красным то есть эта дорога ведет в сторону запорожье сразу идет васильевка потом запорожье сейчас туда очень проблемно выехать многие волонтеры ездят россияне говорят пропускают без проблем а наши что-то требуют но насколько это точная информация я пока не готов сказать ну как бы слухи ходят такие потом повернем направо проедем по пульвару 30-летия победы пешеход дядя давай пешеход дядя давай пешеход дядя давай пешеход дядя давай то есть вот этот вот район достаточно оживленный вообще всегда был даже в такое время детская площадку с правой стороны можно здесь большое скопление заведений это сейчас магазин елена бывший сейчас зеркально находится на т.п. а т.п. тоже кстати не переименовали не переделали в меру сейчас направо повернем у нас впереди находится полный театр победа сзади работает надо будет зайти посмотреть какие-то расписания на сегодняшний день что показывают в кинотеатре люди смотрю есть вот вечернее время выходит уже военные местами для соблюдения порядка на улицах это у нас микрорайон здесь находится рынок жизняшников вот остановка дом мебели вообще у нас очень маленький компактный город как бы все есть а может быть нету там каких-то супер классных клубов для молодежи я не знаю или каких-то выставок которые проводятся то есть для жизни город очень хорош находится недалеко от моря в радиусе 50 километров находится азовское море это либо степановка либо припасад дубал кто-то ездит сам распространенный конечно это кирилловка не знаю будет в этом году сезон или нет кто написал что там домики уже сдают ценные 50-100 гривен но честно пока не знаю если будет время возможно съездим туда посмотрим как там обстановка известное заведение джокер раньше тут постоянно то стрельба на то драки происходили будем говорить очень известно это у нас про проспект 50-летия победы он закончится чуть дальше плавно перейдет в проспект богдана кубинец да обычно сейчас у нас вот начало восьмого все люди еду домой многие спортзалы кинотеатр футбол по вечерам у нас очень много зеленых полей настроили то есть футбол как бы достаточно развит в Мелитополе большое количество спортзалов то есть там фитнес я не знаю йога то есть в основном вот в это время как все люди обычно там сейчас из-за капитанского часа то есть график работы этих заведений стал меньше я думаю в такое время они уже закрыты это получается пересечение сейчас с улицы с улицы фронзе или как она там сейчас по-новому называется вот это мы уже заехали на проспект богдана-хмельницкого то есть мы сейчас едем на южную сторону то есть вот эта дорога если прямо ехать она будет у нас дорогой в Крым то есть она прям в сторону Крыма помимо Крыма там конечно есть еще и Кирилловка поворотная Кирилловка ну а так в целом вот до Чангара если прямо ехать все время не сворачивая там будет Чангар с правой стороны наш ДГАТУ Таврический государственный агротехнологический университет то есть ближе к центру конечно народ народ есть есть машины есть люди здесь многие занимаются ходьбой на абсолютно бесплатно да и в принципе что остается делать в такое время дома перед телевизором но не самое интересное занятие вот так скажу магазин у нас все работают в основном сейчас ну либо до 7 либо до 8 вечера некоторые магазины закрываются и гораздо раньше потому что ну людей уже нет но это будет центр пересечения с улицы Кирова или героев Украины она вообще называется сейчас с правой стороны буду проезжать парк имени моря вот сейчас повторюсь там самое большое скопление людей вот это наш рядовый дворец который построили в конце 2022 года вот он собственно парк количество машин в принципе вы видите на своем экране вот это все машины которые приехали сюда непосредственно для того чтобы погулять в парке вообще у нас на выходных да и по вечерам в принципе в летнее время всегда в парке большое скопление людей всегда в основном там приходили семьи там с колясками с детьми гуляли то есть на свежем воздухе все замечательно сейчас в принципе это осталось неизменной традицией люди также по вечерам уходят в парк у нас плакаты Таврическая губерния остались еще плакаты с 9 мая с поздравлениями и с воинами Великой Отечественной войны сейчас мы это получается сад станция можно сказать второй такой парк городской здесь тоже есть детскую площадку сделали детишки гуляют это у нас район Черного Гастронома вот мое мнение как жителя города да город немножко не похож город который был до событий 24 февраля во-первых стало меньше людей я не знаю людей как-то забот что ли меньше стало то есть мы лишь потеряли работу остались безработные но дорогу начали делать но ее не доделали положили там первый слой асфальта и на этом все закончилось поэтому кстати в комментариях спрашивали почему у нас так это просто недоделанный слой асфальт сейчас правой стороны находится АТП не знаю то все это движение началось вот это наше знаменитое кольцо мы сейчас кружочек сделаем и на этом я в принципе запись закончу я думаю и так все понятно как город живет Многие горожане все таки надеются на то что Мелитополь воспрянет и будет скажем так познает лучшие годы своей жизни дай бог чтоб так и было всем удачи